Нынешняя неделя в Ульяновской области посвящена национальному проекту культуры, события которой не остались незамеченными в репортаже Игоря Кранцева. Первая половина дня самый центр Ульяновска, Крамзинский сквер. Здесь многолюдное большинство вооружено шансовым инструментом. Члены движения «Волонтеры культуры», а к этому федеральному проекту Ульяновская область присоединилась год назад, в эти дни выходят к памятникам знаменитых земляков для того, чтобы привести прилегающую территорию в порядок. Данная акция у нас проходила с участием деятелей культуры, с директором Крывеческого музея Володиной Юлией Константиновной. И вчера мы прибирались около памятника Пластову с участием директора областного государственного художественного музея Ждановым Сергеем Борисовичем. В гости к ребятам заглянула глава области. Сергей Морозов поинтересовался количеством участников движения в регионе. Официально в него входит более ста человек, фактически в разы больше. И пообещал сам в ближайшее время оформить заявку на сайте. Волонтером от культуры может стать любой желающий. А вот в стенах театра юного зрителя, где на сей раз шла не очередная премьера, а заседание коллегии регионального Минкульта, губернатор в своем приветственном слове говорил в основном о молодежи и нестандартных подходах по привлечению поколения Next в Дамы культуры, библиотеки, школы искусств. Всего до конца 2024 года мы откроем 8 библиотек нового поколения с общим объемом черно-серния более 50 миллионов рублей. В 2019 году регион получил почетный российский статус территории чтения. Наверное, будет правильно сказать о том, что все современные российские статусы, которые есть для поддержания чтения, у нас с вами есть. В областной детской библиотеке имени Аксакова события вполне российского масштаба. Во-первых, наш регион вошел в число 30 субъектов федерации, которые в нынешнем году посещают представители Столичного театрального института имени Бориса Щукина. Поступить в Щуку непросто. Конкурс 100 человек на одно место, а количество конкурсных испытаний стремится к десятку. Потому приглашение по итогам собеседований и мастер-классов одного человека из Ульяновска на второй этап собеседований в Москву результат вполне серьезный. Наверное, не столь частая история, когда сами педагоги мы выезжаем и ищем каких-то будущих артистов, индивидуальности. Очень полезная штука, потому что ты встречаешься, видишь, собственно говоря, в какой среде это происходит, как зарождается. Здесь же гостит и Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика», который занимается развитием детской и не только литературы, взаимодействия между читающими на русском языке по всему миру и другими культурными проектами. Сейчас, например, идет отбор «Вартек» на решающий этап конкурса юных чтецов «Живая классика». Ульяновский регион активный участник. Репертуар был очень разнообразный, читали разные тексты. Читали даже Тэфи девочка умудрилась найти текст, который до нее никто не читал. То есть это было любопытно. И были тексты, которых я, в принципе, на конкурсе до этого не слышала. У Ульяновска вообще в конкурсе «Живая классика» есть достижение. В прошлом году вышел ребенок в финал, а в финал выходит только 15 человек со всей России. Ежегодно в этом конкурсе участвует более 2,5 миллионов детей со всей России. Ульяновская область за два последних года представили около 3 тысяч человек. Игорь Кранцев, Герман Баранов, Вест Ульяновск.